Смотрю микрофон хорошо здесь настроен. Да, ну, не люблю я первый слайд, потому что на нем написаны какие-то странные слова. Зато я люблю прикольные подзаголовки к докладу придумывать, мне кажется, что мне удалось это. Я вам сразу признаюсь, я Python-то никакого не знаю, потому что Python знать не надо. Я вот открываю как бы Vim и сразу начинаю на Python писать. И когда я попытался так сделать с Ruby, я не смог. Я года три уже, наверное, читаю на Ruby как-то со словарем, но понимать то, что я читаю, я так и не научился. И, честно говоря, я как-то не хочу этому учиться. То есть сейчас уже есть нужда как бы изучить все это. Ну, мы поговорим на самом деле, почему такая нужда возникает. Но возникает дилемма, да, проблема человека, которому жалко своего времени. Если программировать на чем-то, то делать это на Ruby я не хочу. Потому что есть другие языки более интересные мне. И не только мне, и работодателю тоже. А изучать Ruby для управления конфигурацией, ну, я его и так уже в достаточной мере знаю. Хотя иногда, конечно, подпрыгиваю и читаю его. Но, тем не менее. Я думаю, что эта проблема, она у многих встает. Когда вот у человека есть проект, и туда еще сваливается какой-то Ruby, я не знаю. Да, ну, я представлюсь. Меня зовут Саша. Я работаю на должности главного инженера в компании GetInSky. Ну, я, на самом деле, понятно, что главный инженер, он делает все. Я занимаюсь эксплуатацией. Ну, тут, на самом деле, перевернуто. Я днем, на самом деле, занимаюсь эксплуатацией, потому что ночью оно без меня эксплуатируется. Там никого нету ночью. В 4 часа ночи нет никого в Рунете. Я вам говорю, как человек, который в это время не спит. Ну, и я еще ездил. Да, мы можем посылать друг другу сигналы. Я по ночам пишу код, потому что меня никто не отвлекает, и по ночам ничего не надо эксплуатировать. Ну, а вы, я так понимаю, пишите на Python, наверное, все. Все пишите на Python или кто-то не... Все, да? Интересно. Ну, было бы странно. И, может быть, вы вебом занимаетесь? А кто не занимается вебом? Ну, смотрите, на самом-то деле... Я боюсь даже, так сказать, спросить, а чем вы занимаетесь? Может быть, какой-то каким-то анализом данных там сложных. Есть такие люди, у которых big data какой-нибудь на Python? Ага, ну я так и знал, что как бы без этого не обойдется. Ну, естественно, это все происходит не на пустом месте, там, не на телефоне, по крайней мере. Я надеюсь. У вас где-то есть сервера. А насколько много у вас серверов? У кого их больше 20? А у кого больше 100? Ну, нормально. А больше тысяч есть у кого-нибудь? Очень хорошо. Ну, видите, приличные люди собрались. У меня, наверное, меньше 100. Я их не считаю, правда. Ну, и тем, у кого есть сервера, наверняка, как-то приходится с ними, ну, соприкасаться, там, заниматься их настройкой самому или просить каких-то людей заняться их настройкой. А иногда каких-то людей нет, а иногда вы сами какой-то человек. Кстати, есть ли среди вас люди, которые, возможно, в прошлом когда-либо называли себя системными администраторами? Впади еще и сейчас, наверное, называют. Ну, вот видите, очень делевантно я подобралась аудитория, но удивление, потому что я боюсь такие вопросы задавать недалеко от Москвы. В Москве я спросишь, а кто из вас разрабатывает? И все сидят молчат. Не знаю, зачем они ходят на конференции. Да, ну, какие задачи? Вот я вижу две задачи, которые удобно решать с помощью систем управления конфигурацией. Первое, это когда есть много серверов. Ну, много, это на самом деле больше трех. Вот когда есть больше трех серверов, уже как бы, их уже много по-настоящему. Уже хочется, чтобы они выглядели одинаково. И чтобы были какие-то где-то описаны роли серверные, которые не были бы привязаны к этим серверам. Потому что, а вдруг их будет не три, а пять. И вот эти разные роли, им соответствуют разные приложения, разные сервисы, которые крутятся на серверах. Возможно, что эти сервера еще гетерогенные, что там разные платформы. У вас вот Linux есть, есть FreeBSD, есть Solaris. В общем, легко на самом деле представить себе мир, в котором есть не только Linux, не только Ubuntu. Я в такой мере живу, по крайней мере. Я не знаю, как вы. Есть у кого-нибудь не только Ubuntu? Вау. А что у вас, Windows? Смотрите, многих Windows нету на самом деле. Круто, да. Я смотрю, что вы должны хорошо понимать. Вы моя целевая аудитория. Вторая задача тоже очень часто встречается. На самом деле, я никого не знаю, у кого я не стояла бы. Вот есть какая-то эталонная конфигурация такая, девелоперская. То есть, люди разрабатывают что-то, и им вот для функционирования этого чего-то нужны какие-то сервисы. И вот они должны существовать в разных окружениях. Где-то есть Development, где-то есть Testing, где-то есть Staging, где-то есть Production. А сервисы-то одни и те же. Ну, почти одни и те же. Разве что вот в Development может не быть какого-нибудь там, не знаю, там... Ну, SMTP может не быть. Какого-нибудь Wernish может не быть. Там не может быть какой-нибудь, может не быть какой-нибудь репликации, чего-то еще. Может быть, там, буферак-то по-другому настроен. Ну, то есть, сервисы немножко различаются. Размерами, ну, и окружение различается размерами. Где-то там 15 серверов, где-то все это в один Vagrant Box должно помещаться. И свойства серверов тоже различаются. Ну, это некая объективная реальность, некая данность. Как это делается? Как это делается классически? Есть скрипты на Abash и обычный пакет уровня операционной системы. А кто пишет на Unix-Share? Кто-нибудь пишет? Ну, да. Да, смотрите, не отпускает нас это добро. Есть современный подход. Это вот как раз те самые пресловутые системы управления конфигурацией. Исторически первой была CF Engine. Она была написана на языке C. Да почему была и есть написана? И поэтому я всегда ее упоминаю в презентациях, никогда на ней ничего не делал. Вот когда на пенсию уйду, посмотрю. А я уверен, что она доживет, потому что язык C, он тоже вечен. Круче у него только Лисп, наверное, старше у него. Вот. Потом были Puppet и Chef. Эта система написана на вот том самом Ruby, который мы... Не знаю. Я не знаю, как вы относитесь к Ruby, но если бы вы были любители Ruby, вряд ли бы вы сюда пришли, мне так кажется. Хотя, кто его знает. Может быть, вы еще и PHP любите? Ну, Ruby зато язык. До Ruby еще дойдет речь. Есть вот те самые Salt и Ansible, написанные на Пайтоне, к нашему с вами счастью. Потому что уж Пайтон-то мы все знаем, ну вот кроме меня. Есть всякая экзотика, типа фанк, бабушка и так далее. И вот Ansible на самом деле написал AfterFunk. И это важно, вот для понимания происходящего. Потому что Ansible писал человек, у которого уже был опыт написания CM-системы. Причем не такой плохой. И это было давно, у него так опыт набирался, набирался, и вот вылился в то, что он все бросил в ужасе и сделал все с нуля. Ну, словарик необходимый для понимания происходящего. Что такое классический? Классический, это как у вас 2101. Это такой давно-давно на рынке не очень удобный, прямо скажем, унаследованный, не очень проработанный ширпотреб. А современный, это новый, удобный, классный, модный, сделанный с учетом ошибок прошлых лет. Я вот здесь приложил каких-то людей. Вы, кстати, знаете, кто это? Вот четверть этой презентации написана под музыку товарища слева. Это Иоганн Себастьян Бах. А справа это, не знаю, народный депутат какой-то или что-то такое. Да, ну справа это Борис Моисеев, понятно. Вроде как он узнаваем. Это вот к вопросу о классике и современности, да? Вообще-то классически это не очень хорошо, но вот с музыкой как-то наоборот. Чем плохо классический путь? Тут все можно сказать одной картинкой. Я, честно говоря, искал эту картинку по словам «Я под Linux пишу скрипты на питоне». Нашлась по словам «Я пишу скрипты на перле». Я не знаю, почему он так, по-моему, что на питоне, что на перле. Как бы скрипты под Linux — это достаточно злая тема. Ну, это известная картинка, мне кажется. Там написано «Я под Linux пишу скрипты на перле. Докажи». И вот он доказал. Как-то так он, в общем-то, практически показал скрипт. Скрипт на Ашелле выглядит еще хуже. Я вот знаю ровно одного человека, который... Он знает кучу языков нормальных, там, включая, там, рубик, ложа, как бы, все что угодно. Но почему-то ему нравится писать на Ашелле. Я думаю, что он просто болен. Он, ну, как-то, может, не болен, но, там, фиг знает. Может, он какой-то тайный парашютист, и ему нравится экстрим. Он, как бы, там, вместо того, чтобы быть бейсджампером, пишет на Ашелле. Я не могу понять его мотивацию. Я, наверное, 17 лет будет скоро, как пишу на Ашелле. И до сих пор не могу к этому привыкнуть. Я думаю, что к этому и нельзя, наверное, привыкнуть. Я совсем стареньким буду, и буду от Ашелла испытывать содрогание. На нем писать плохо, читать невозможно. Отлаживать его просто нельзя. Он, ну, естественно, он не декларативный, не дымпатентный. Но это мягко сказано, не дымпатентный. Да он вообще никакой. Я не знаю. Если кому-то нравится писать на Ашелле, вы сообщите. Возможно, я вас как-то, только что как-то оскорбил. Я ничего такого не имел. Если вам нравится, пожалуйста, пишите на Ашелле. Возможно, на нем даже можно написать операционную систему. Я уверен, я просто надеюсь, что этот мир написан не на Ашелле, иначе я не смог бы здесь жить. Вот. Вторая часть классического подхода. Это пакеты уровня операционной системы. Я не буду долго останавливаться на тем, чем они плохи. Потому что у меня решения все равно другого нет сейчас. То есть оно есть, но оно такое, очень экспериментальное. Они плохи всем. Если бы они были хороши, не было бы нужды в альтернативных вариантах, типа PIPI и всем остальном. Не было бы никаких Virtual Land, не было бы никакого PIP, не было бы никакого Easy Install, не было бы вот ничего вот этого. Без чего наша жизнь на самом деле невозможна. Ну невозможно использовать пакеты уровня операционной системы, сделать красиво. Потому что они были сделаны для того, чтобы доставлять сишные программы неизвестного года выпуска какого-то старого. А в разработке это, ну, как-то неприемлемо. Каковы полезные свойства современных систем? Современные системы очень хороши, потому что они позволяют баш-скрипт затолкать глубоко внутрь. А снаружи это будет выглядеть как некий DSL-чик, специально сделанный для того, чтобы декларативненько описывать конфигурацию. Более того, чтобы сисадмин не бегал между консолями, не вбивал все руками, там все делается параллельно и автоматически. На всех узлах, которыми вы управляете. Более того, внутри современной CM-системы целая жизнь. Не зря я здесь нарисовал архитектора. Вот там реальная архитектура такая, с огромным количеством объектов предметной области. Я вот некоторые из них перечислил. Чем серьезнее CM-система, в кавычках, тем более развесится внутри иерархия. Замечательный шеф, который я еще упомянул, на который я потратил достаточно большое количество человека часов, там у него внутри реально матрица. То есть шеф это такая штука, которая как бы, если ты в него попал, ты не выберешься. Я вот как-то выбрался, но мне это стоило, в общем, определенных усилий, скажем так. Я там, грубо говоря, не знаю, я впал в депрессию, знаете, там, шеф меня не хотел отпускать. Мне пришлось пройти курс детокса, на самом-то деле. Ну, мне вот питоновские тулы помогли. Как устроено классическое? Классическое, да, понятно. Слово классический, значит, надо уже напрячься. Значит, сейчас какой-то фигне пойдет речь такой юзабельный. Вы правильно понимаете. Классическое устройство современных систем. Это клиент-серверная архитектура. Справа я пытался показать, как выглядит шеф-сервер, и мне кажется, мне это удалось. Шеф-сервер, он вот такой и есть. Не знаю, видно ли там, это звезда смерти нарисована. Он такой же большой и такой же вот покоцанный. По классике существует на узлах толстый клиент, который приносит с собой Ruby. И еще куча всяких там джемов, куча всяких зависимостей. Для управления конфигурацией вот тот самый DSL написан просто на базе Ruby, потому что... Почему везде сейчас Ruby? Потому что на нем очень просто писать embedded DSL. Прямо вот берешь Ruby и поверх натягиваешь что-то, и у тебя новый продукт, под который можно венчурные инвестиции получить. Миллионов 15 там или 30, я не знаю. До 150 в общем на втором раунде. Ну, естественно, если уж я еще зашла о Ruby, то сама себе система тоже, наверное, будет написана на Ruby, чтобы два раза не вставать. Хотя некоторые умудряются к Ruby еще сбоку припедалить Erlang. Вот, потому что они могут. И еще поисковик на Java. Это вот шеф-сервер, он так вот работает там. Я не знаю, вы никогда не сталкивались с шеф-сервером? Не сталкиваетесь. Он очень такой веселый, как бы он. Хорошая штука. Вот, ну и в классике клиенты сами ходят на сервер. Живут по пул-модели. То есть клиент проснулся, потопал на сервер, поговорил с ним, применил у себя что-то. И так вот устроены вот эти вот Ruby-based CM-системы. Что нам в этом не нравится? Ну, клиент-серверная архитектура, это означает, что вот вам нужно развернуть и поддерживать вот этот самый шеф-сервер, который размером больше, чем эта комната. И вам нужно знать, как это делать. Сейчас уже это все тоже заметено под ковер. Шеф-сервер там с помощью шеф-сола сам себя умеет забутстрепить. Но в результате все равно получается огромная пачка процессов, которые как-то взаимодействуют непонятным вам образом. И иногда могут еще и поломаться. К счастью, это случается редко, но поломавшись, они, в общем-то, даже где-то логи оставляют, но нужно их найти, прочитать и понять. А вы программист на Пайтоне, и вы не хотите вот этим всем заниматься на самом-то деле. Я вас хорошо понимаю. Более того, у вас где-то теперь этот сервер будет жить и есть ресурсы. А Руби, он, в общем-то, есть ресурсы. Ну, так же, как и Пайтон. Да, и за этим всем хозяйством надо следить, потому что сервер у вас такой командный центр. Его нужно прятать где-то высоко в горах, там, да, подальше, чтобы русская ракета не долетела. Ну, на самом деле, многие вообще об этом не думают. А это ведь центральное место, с которым управляется вся ваша инфраструктура. Если злоумышленник получит к нему доступ, ну, как бы, несложно представить, что тогда будет. Будет все, что угодно. Кого-то, скорее всего, уволят. Может быть, даже перед этим еще и депримируют несколько раз где-нибудь в лесу. Что нам еще не нравится? Ну, толстый клиент, он, как бы, не зря, он называется толстый. Вообще, вот, я вот тоже толстый, хочу похудеть. Ну, нормальное желание любого, в общем-то, толстого клиента похудеть. И, что еще плохо, то, что вот этот толстый клиент, его как-то надо завести на узел. Вот у вас пришла машина, вы ее подняли, вам нужно после этого еще до клиента накатить со всем барахлом, которое там. Причем не ошибиться в версии. Более того, чем толстый клиент, тем, на самом-то деле, в нем, тем больше багов, во-первых. Во-вторых, тем тяжелее его уговорить работать на каком-нибудь OpenBSD. Вот представьте себе ситуацию, когда у вас есть OpenBSD, не дай бог, и вам нужно туда что-то автоматически заливать. А ваш толстый клиент, он не хочет в нее влезать. А вот у Safe Engine, например, клиент влезает на телефон с Android. Вот там клиент не очень толстый. Ну и все это хозяйство при работе еще и ресурсы потребляет. И на самом-то деле, это большая проблема, потому что в книжке про Пайтон написано, что вы знаете, пожалуйста, не оставляйте клиента демоном. Он память забирает, а обратно не отдает. И может забрать и очень много. И это правда. С Пайтоном у меня подобного не было, с Пайтоном с Папетом подобного не было. А с шефом было. И шеф на клиента отжирал по гигабайту, наверное, оперативы. Пока я это не пресекал. Ну, понятно. Если бы я выступал на Ruby конференции, нам бы нравилось все. А я выступаю на конференции по языку Пайтона. Поэтому нам не нравится Ruby. Хотя, не знаю, может быть, какие-то ренегаты есть в зале, которым нравится Ruby. И мне вот не нравится то, что есть embedded DSL, который сделан поверх императивного языка, в общем-то. И который никак не инфорсит декларативность. Хотя в Папете была попытка инфорсить декларативность. Она кончилась полным провалом. Сейчас в Папете есть проекте, с которой DSL натянул поверх Ruby. Как только у вас появляется императивность, у вас сразу же начинается башскриптинг на вашем любимом языке. Потому что системный администратор, в отличие от программиста, программист, он как архитектор. Вот тот вот, он любит воздушный замок построить и пытаться его там как-то даже не воздушный, а кирпичный замок построить и пытаться на нем полетать. А системный администратор, он любит, чтобы везде все было как на шелскриптах. Он берет ваши Ruby и как бы вы потом или там Python берет и вы потом смотрите вроде как все слова ключевые. Мне здесь понятно. Но как бы переход в середину строки при помощи оператора GoTo, который непонятно откуда вообще в языке взялся, это, наверное, как-то немного жестковато. И да, вот мы такие жесткие ребята, системный администратор, и действительно, мы мало думаем о красоте, и это не очень хорошо. Что еще нам не нравится? Не нравится то, что клиенты ходят на сервер. Это вот, я не знаю, кто-нибудь вспомнит этих ребят, которые там нарисованы? Это как и ЧП. Это вот правительство, которое ничего не могло сделать. То есть, полная потеря смысла. Зачем нужен сервер, который не может отдать приказ клиенту? Я в какой-то момент понял, что это навязанная какая-то ценность. То есть, мне продали вещи, которая была не нужна. Причем бесплатно продали. Я еще как бы ставил ее, там свое время тратил. Я немного не понял. Как же быть? Ну, понятно, как быть. Взять Python. Описать конфигурацию на нормальном декларативном языке. Поскольку XML проклят и забыт, мы будем на Ямле это делать. Сделать так, чтобы с сервера можно было управлять клиентами. Либо, если этого нельзя, вообще убрать сервер. Кстати, заодно можно и клиенты попробовать убрать. Тогда вообще ничего не останется, все будет работать само. Ну, переходим к практике. Первое средство называется Sold. И начиналось оно как Parallel Execution Tool. Это штука для одновременного выполнения команд на многих машинах. Клиенты поддерживают постоянное соединение с сервером через 0MQ. Через просто очереди сообщений. Работает сказочно. Сейчас это все разрослось до полноценной CM-системы. Я вчера скачал документацию и хотел там найти что-то интересное мне. И понял, что ее даже открыть тяжело. Не то, что там посмотреть что-то. То есть, искать по ней невозможно. Чем Sold хорош? Он катастрофически быстро развивается. То есть, вот заходишь, там что-то новое уже приделали. Более того, раньше было так, что вот ты заходишь, говоришь, слушайте, ребята, как сделать вот это? Ребята говорят, погоди, мужик, вот сейчас вот полтора дня, погоди, мы сейчас тебе это напишем прямо в ядро своей системы. И реально через полтора дня там у них был там специальный специальная объектно-ориентированная модель для того, чтобы вот людям было хорошо. Sold предоставляет огромное количество возможностей. Там он уже, по-моему, может все. Он умеет управлять инстансами Амазона. Он умеет провижнуть виртуальные машины. Последнее, что я видел, буквально вот вчера в рассылку Solta пришел Митчелл Хошимота и сказал, ребята, давайте кто-нибудь запилить бесплатный Вагранд провиженер для Solta. И там сразу руки потянули, что вот я, я запилю, я. Так что запилят, наверное, Вагранд провиженер. А Митчелл Хошимота денег заработает на это. Хотя он хороший парень, ладно, что я гоню. Вот, сервер и клиент очень легковесный. По сравнению с шефом это просто небо и земля. Там сервер работает просто в один процесс. Он там форкается, там штучек 5-7 висит. Если кто-нибудь когда-нибудь видел, как Apache работает, то вот соцсервер, он ровно такой. Там нет никакого полнотекстового поискового движка, никакого Ирланга, ничего этого, я не знаю. Все сделано нормальными людьми, судя по всему. Клиент тоже там 20 мегабайт отъедает в RSS и все. А попробуйте Ruby машину запустить, чтобы она 20 мегабайт отъела. У вас не удастся. Она 40 минимум. А если еще шеф-клиент к ней приделает, то до гигабайта сразу. Выполнение InHawk команд параллельное, массовое, сделано идеально. Для того, чтобы понять, что это действительно идеально, стоит попробовать, как это сделано в Ruby. Там это сделано просто невозможно. Там этого просто нельзя добиться. Там вам нужно свой DNS поднять. Добиться, чтобы все резолвилось и было доступно с сервера по SSH. А, с вашей машины даже, не с сервера. В общем, это очень неудобно. А здесь у вас есть сервер, вы заходите, у вас постоянно соединение на клиенте висит. Клиенты могут находиться за любым фейерволом. До тех пор, пока они видят нужный порт на сервере, у вас есть туда коннект. Вы можете пойти и снести там все вообще, стереть файловую систему, отомстить работодателю, я не знаю, положить туда ролик с порнографией, дату поменять, все что угодно. Ну и, на самом деле, отдельно стоит отметить отличную поддержку сообществу. Там ребята, которые в списке рассылки, и мало того, что они в списке рассылки, они еще мониторят стэк оверфлоу, они мониторят сервер фото, они сидят и действительно грамотно, тщательно отвечают на вопросы. Очень легко получить поддержку. Потрясающе легко. Я вот пошел, спросил, мне тут же ответили. Это, ну, бесценно. Чем плохо, Salt? Ну, вещь, которая с такой скоростью развивается, рано или поздно она, как это, уйдет за горизонт. То есть, там критическая масса накопится и все. Там ошметки только кровавые полетят. То есть, почему этого пока не произошло? Ну, потому что Python хороший язык. Потому что не принесли еще Irland, не принесли Java, как-то держат себя в руках. Пока еще там находятся в рамках Python, можно как-то жить. Но уже количество названий разных модулей, разных-разных независимых сервисов в документации зашкаливает просто. Я вот эти 1119 страниц смотрю и понимаю, что я полгода не видел, сильно отстал. Нужно догонять со страшной скоростью. И так вот, название прочитал, так, ну вроде уже и догнал, потому что они каждую новую вещь выделяют в отдельной сервисе, называют как-то по-новому. Ну, маркетинг такой, здесь как бы ничего не поделаешь. Вот то, что было преимуществом выполнения отхок команд. Это хорошо, когда вот ковбойский системный администратор там умеет там от бедра там муху положить. А когда вы обычный системный администратор, вы с просонок можете перепутать что-нибудь. И, ну ладно, вас-то уволят, а вот люди-то без зарплаты останутся, а то и без конторы. Эдхок команды в нормальной инфраструктуре просто не нужны практически никогда, потому что все должно быть оттестировано, сдокументировано и еще кем-то прочтено перед тем, как вы это ушлете в бой. К сожалению, в жизни это не встречается практически нигде. Поэтому, ну вот, мы живем с эдхок командами, просто очень сильно тренируемся, чтобы люди, не дай бог, не остались без зарплаты. Ну и документация, как бы, она существует, ее огромное количество, как оказывается, но в ней невозможно разобраться, на самом деле. Там отдельно какие-то обрывочные сведения, ну как и везде, это же нормальная ситуация, когда есть документация, там много слов написано, о чем они понять нельзя. Хорошо. По крайней мере, она разбита на HTML-ки маленькие, там можно ходить, навигировать, удивляться. Опять-таки, из-за того, что SOT это Parallel Execution Tool, там огромное количество слов именно про параллельное исполнение, а про CM, ну, гораздо меньше слов, поэтому в какой-то момент, видимо, тренд развернется, если мы, конечно, доживем. Ну, что еще я бы хотел сказать про SOT? Это я вот по слову инициация нашел картинку с девчонками, я не знаю, что это с девчонки, но вот нормально, девчонки должны быть. Порог вхождения. Ну, как я уже говорил, на языке Python писать очень легко, он, в общем, на нем так же легко писать, как на английском. Товарищ Гида Ван Россом, он просто гений, в отличие, ну, товарищ Ларри Уолл тоже гений, потому что гениально, как бы, чувак, который лингвист, который должен понимать, что такое, языки, написал отличный язык, на котором, для того, чтобы написать, что-то наперли, нужно сначала наперли и написать Python, а потом на этом Python написать то, что вы хотели написать. А Ван Россом, вроде как математик, он написал язык, который я не отличаю от английского вообще. Я вот, не знаю, есть словарь английского, есть словарь Python. Открыл и пиши, как бы, какие проблемы. Выразительность SOT. Ну, по сравнению с шефом, конечно, это небо и земля. По сравнению с шефом, декларативный Ямл очень выразителен. К сожалению, люди пытались сделать внутри какую-то объектно-ориентированную систему очередную и даже немножечко в этом преуспели. Если бы не Python, если бы у них еще в руках там было рубишное метапрограммирование и имбеда ДСЛ, получилась бы вообще пушка. А так, как-то они сдержались. И, в общем, пока еще пользоваться можно. Кроссплатформенность. Я лично пробыл под FreeBSD и все работало. Я знаю, что люди подо все просто SOT пропихивают, в том числе под Solaris, под OpenBSD какой-нибудь там, под что-нибудь, под Windows. Завтра в Москве Олег Курдыков будет читать доклад про то, как он Windows вот этим всем администрирует. Даже девопсит, я бы так сказал. SOT пропихивают, про SOT поговорили, должно быть что-то еще. Есть еще Ansible. Вот товарищ Майкл Дихан, который у меня красная лампочка загорелась. Товарищ Майкл Дихан, который писал фанк, взял и решил сделать на основе накопленного опыта по-человечески. Ну, в своем понимании того, что такое по-человечески. У каждого же свое понимание, что такое по-человечески. Вы знаете, ему удалось внезапно. Я, честно говоря, мое знакомство с Sensible началось с того, что в рассылку SOT пришел человек и сказал, что в рассылке Ansible его обидели и выгнали вообще оттуда, сказав, что нельзя такое комитить к нам. Я, честно говоря, не ходил смотреть, что он там собирался закомитить, но как бы сам подход, что где-то кому-то сказали, что что-то нельзя комитить, он меня покоробил. Ну, как это так? Это опен-сорс, как бы, все должны быть крутые, как бы, там, магия дружбы, вся фигня, а тут человека выгнали, там, сказали, что комитить нельзя. Я решил, что ну его нафиг такое счастье. И долгое время вообще никакого отношения к Ansible не имел. Пока. Пока однажды мне не сказали, что есть такая вот штука, никто не смотрел, но вроде круто. Вот где-то кто-то смотрел. Я думаю, ну блин, как бы, я вот сейчас буду делать доклад про сравнение всего этого. Я вот месяц назад его с небольшим делал. Надо про Ansible тоже поговорить. В общем, Ansible я изучал ночью в гостинице накануне. И вы знаете, я его изучил. Я его так изучил, что я за эти вот месяц с небольшим наколбасил огромное количество плейбуков для себя. И, видимо, буду везде выпиливать все остальное, кроме Солта, который мне еще дорог. А вот всякие шефы и папеты, они, похоже, пойдут в трешкен большими шагами. Как работает Ansible? Нет никаких зависимостей на узлах, кроме интерпретатора Python, который сейчас есть везде. Потому что у меня был опыт установки вручную, пакетирования Python. Больше никогда, вы знаете. Язык вроде хороший, но рейс-менеджеры там какие-то странные. Как они, я не знаю, не Perl же вроде собираем. Поэтому Python добрые люди собирают до того, как обычный программист протянет к этому руки, чтобы его, так сказать, чтобы он клина не поймал. Нормально, Python в системе уже всегда есть. Коммуникация между сервером и клиентами идет по обычному SSH, что очень хорошо. И эта идея, она, в общем, выглядит довольно современной, в противоз классическому. Вроде как, SSH всегда везде есть, вроде как решение лежало на поверхности. Почему же раньше никто не придумал? На самом деле, раньше придумали. Просто раньше это делали императивно, из-под тяжка. Кроме того, не в любом языке есть библиотека, которая реализует нормальный SSH-клиент. Это такой большой пинок в сторону Ruby. Потому что там у них SSH, они сами прекрасно все это знают. Подходишь к Ruby, говоришь, у вас как бы там нет SSH. Нет SSH, нет SSH. А нет SSH это такая штуковина стремная. В общем, работает она там не очень хорошо. Назовем это так. А в Python работает отлично. Да, кстати, раз мы все делаем в SSH, то наш сервер, он вот на этом ноутбуке, на самом деле. Ну, то есть не на этом, а на любом ноутбуке и вообще в любом месте. Его можно вот так вот закрыть и унести с собой. И он не будет болтаться в сети, не будет никакой угрозы предоставлять, потому что он вот у вас в кармане. А если сервер все равно где-то там с вами путешествует, то давайте его поставим на ту же машину, собственно, которую мы администрируем. Потому что что такое классический сервер в классической системе? Это такая штуковина, которая умеет запоминать шаблоны конфигурации и раздавать клиентам, которые приходят за ними. А по сути дела, это же просто файлы распределить. А файлы распределить, я знаю, ну, я не знаю, я вариантов 15 могу назвать, как можно передать файлы с одного места в другое, включая там на дискетке. Поэтому уж если проблема в том, чтобы файлы передать, господи, ну, возьмите вы эти файлы, я не знаю, залейте, с гитхаба возьмите. И все. Вам не нужен больше сервер. Вам нужно что-то, что исполнило бы ваши рецепты. И это что-то, это вот в Ansible есть специальная команда Ansible Pool. Что мы при этом потеряем? На самом деле, сервер в классических системах, он похитрее немного. Он еще предоставляет общую шину для коммуникации клиентов между собой. К сожалению, эта общая шина не везде работает нормально. Более того, в ней появляется единая точка отказа, за которую надо следить и протирать ее тряпочкой. Это вот этот сам сервер. Но он так и так единая точка отказа, поэтому, в общем, не только при коммуникации клиентов между собой. Зачем клиентам коммуникация вообще? Чтобы делать автодискавери, чтобы обмениваться своими параметрами. То есть просыпается клиент и говорит, вот, так я же MySQL сервер, сообщу-ка я об этом куда следует. И действительно, эта фича, она в шефе активно продвигается. Товарищ Стас Богатырев, который делал доклад про то, что шеф сервера не нужен, посчитал, в каком количестве кубиков у себя он использует автодискавери. Получилось 4, что ли, процента или что-то такое. То есть, как видите, это очень востребованная фича. Не очень понятно, ну, зачем она нужна в таком виде. Зачем делать автодискавери через 7 серверов, когда есть нормальные средства. Сейчас вот тот же самый Мичел Хошимота сделал серф, который выполняет распространение изменений по кластеру мгновенно, просто через госсип. Не нужен никакой сервер. Нужно просто засидеться однажды при старте, понять, кто твои соседи туда фигануть по всем, что. Вот я теперь майской сервер. Ну, есть МДНС старый добрый, есть ЭТЦД. Куча вариантов есть. Не нужно для этого никакого, никакой единой точки отказа иметь. Что еще я могу сказать про Энсибл? Порог вхождения. Ну, знаете, в 4 часа утра, когда я начал заниматься, я не заметил никакого порога вхождения. У меня, в общем, не было выбора. Я сел, начал писать. Через 40 минут я понял, что это мое. Ну, это так и было. Потому что товарищ Майкл Дехан, он времени зря не терял. Он понял, что нужно людям. Ну, таким, как я, по крайней мере, людям. Не архитектору с той картинкой, которому нужно строить матрицу на базе шефа, а человеку, который хочет по ночам программировать и одним администрировать. И, в общем, не сильно отвлекаться на построение вот этих вот конструкций, металлоконструкций, да. Энсибелл очень выразительный. Вот, если посмотреть Солтовский Ямл и Энсибелл то Энсибелл наверное раз в два будет короче. Там очень легко все писать, очень все продумано. Кроссплатформенность. Я лично использую для того, чтобы управлять смартусовскими гипервизорами. Это такой Солярис. Я видел, я просто вот смотрел, что в библиотеке лежит. Там средства управления Dragonfly, BSD, пожалуйста. Все, что вы можете придумать, скорее всего, уже кем-то написанным. Люди как бы, ну, заморочились. Так, по-хорошему, заморочились. Что плохо? А плохо и там, и там, одно и то же. Ямл это прекрасно, это знаете, как вот язык рубит, там, рельсы, как бы, они хороши, когда вам нужно сделать сэмпловый блок вот так вот за пять минут. К сожалению, когда вам что-то более серьезное нужно делать, вам придется заморочиться немного. Вот ямл декларативный, он тоже хорош, когда вам нужно там пару пакетиков поставить. А если вам какие-то более сложные вещи надо делать с такими хитрыми зависимостями между ними, ну, вам, вы не можете взять историю Unix так это, взять так и отгородиться при помощи черных очков от нее. Всегда это был императивный процесс исторический и его нельзя взять и вот так вот с помощью там тула на Пайтоне сделать декларативным. У вас где-то все равно будет этот несчастный башскрипт в том или ином виде. Поэтому приходится писать скрипты на Пайтоне, а то и не на Пайтоне. Вот в салте отлично можно писать на Пайтоне, но не очень отлично, потому что я писал и я вот как-то все хочу показать с гордостью, потом читаю и понимаю, что это я не готов показывать с гордостью, и вообще не готов показывать, потому что я не понимаю, как оно работает. Мне его там в рассылочке показали, я прочел, ну слова вроде не обидные, взял, вставил себе, как бы, оно вызывает там какие-то потроха этого самого солта. Понятно, что можно прочесть, во всем разобраться, но простому человеку оно яснее не станет, это все еще костыль. Это меньше костыль, чем шел, но все равно, как бы, вещь, которую не хотелось бы видеть. Единственный способ бороться с этим, это писать как можно больше хороших проверенных модулей подобие системы, которые декларативно управляются, а внутри себя содержит этот весь ад императивный, кошмарище. У меня Ansible при управлении смарт-осом завис наглухо, то есть, он начал выполнять какое-то действие, которое как бы встало в дедлог, то есть, он должен был запустить сервис, а сервис нельзя было запустить, потому что нужно было там Dependent сервис запустить, и они так как-то пошли запускаться, бабах, не запускаются, пошли опять запускаться, и так бесконечный цикл там какой-то нарисовался, это LifeLock даже, не дедлог, и ладно бы, я бы сам это написал, но это вот в CoreLibrary такой код, просто это было не оттестировано, это вот все вот это императивное дребеденье, она туда так заметена под ковер, мне ее не видать, я только вижу, что происходит какая-то, ну, что-то происходит не то, и хорошо, что я знаю отличный язык Python, который, ну, не знаю, могу читать, я зашел, прочитал, понял, что ага, вот оно как, ничего, правда, исправлять не стал внутри Ansible, потому что это же нужно задуматься, стать архитектором на время, я пошел у себя на смарт-осе, все исправил, все заработало, но вот такие проблемы, они возможны, более того, они неизбежны, вот на данном этапе, что ужасно, есть ужасные вещи, я, в общем-то, долго ждал, раньше, раньше, я видел, там была такая глава, называлась Unit Testing, в главлении, Salt, у нее, в ней было две строчки написано, которые были, что там некий анонс, просто, скоро мы напишем про Unit Testing, сейчас убрали это изглавление, но поиском по тысяче с лишним страниц документации можно найти пару абзацев, где написано, как что-то можно Unit Testировать, но это не имеет никакого отношения к CM, то есть, да, они говорят, вот у нас, типа, есть среда Unit Testирования, классная, крутая, но мы вам ее не покажем, мы ее сами будем использовать, а вы, пожалуйста, живите так, про Enable вообще ничего, по слову Unit Testing, не находится, кроме тоже каких-то слов, где-то, что кто-то, где-то, как-то Unit тестирует Enable, непонятно как, если сравнить это с положением дел в Шефе, ну, это небо и земля, в Шефе есть все для Unit Testирования, там все давно придумано, здесь, ну, просто, просто, как бы пустыня, управление модулями, версиями модулей и зависимостями, вот люди сидят, пишут модули, сейчас это просто, ну, тоже, как бы, разброты шатания, человек пишет что-то, выкладывает к себе, вот, Salt, вот эти вот, как бы, стейты, или формулы, он может, в принципе, пойти и написать ребятам из SaltStack'а и сказать, что, вот я написал формулу, они скажут, классно, тащи ее к нам, затащат к ним, ну, дальше сообщество будет сидеть тестировать, все это получается неким центральным репозиторием, без нумерации версий, без ничего, то есть, вот вышел релиз, и вроде как, все, что в нем, вот его и используйте, а все, что не в нем, прыгайте как хотите, для Ansible, есть Ansible Galaxy, это вот такой, PyPI, только без версий, а зачем нужны развивающиеся программы, у которых нет версий, я вот, честно говоря, пожив, не могу понять, а как я зафиксирую версию, ну, получается, что никак, и вот, привычный нам PIP, да, или там, бандлер рубишный, вот, аналогов просто нету, хотя, опять-таки, в Chef'е все это есть давно, там можно взять и фиксировать версию кукбука, пожалуйста, жить с конкретной версией, а здесь такого понятия нету, версия, вот, вот вам код, давайте, пожалуйста, поэтому я, не стесняясь, работаю у себя с ноутбука, с немножечко пропатченным Ansible, там, с дополнительными модульками, которые у кого-то там, стрел с GitHub'а, и ничего страшного, живу как-то, здесь так принято просто, ну, мы видим, да, что, пока у нас есть здоровая конкуренция, и вроде как есть разные подходы, разные 7 системы, но они отлично, на самом деле, при этом, поскольку они все open-source, там никаких патентов не нету, ни на что, они друг у друга эти идеи прекрасно забирают, вот, есть такая штука, как Salt SSH, это возможности СОТа работать не через ZeroMQ, а через SSH, она, правда, пока в бете или в альфе, но она рано или поздно придет в норму, есть Ansible Fireball, который, наоборот, возможности с Ansible работать через ZeroMQ, к счастью, его внедрять до конца не стали, а просто выбросили, сказав, что, вы знаете, ребят, мы теперь знаем, как в SSH сделать нормальный пайплайнинг, и будем работать с ним, и действительно, если включить пайплайнинг, то мои плейбуки, которые 3,5 минуты шли, идут 2 минуты 21 секунду примерно, ну, разгоняются немножко, да, то есть оно отсохло по дороге, поскольку это, ну, ненужное, видимо, усложнение, какой еще ZeroMQ, когда есть SSH, единственная проблема, которую я вижу на этом пути, что это, все это вот, цветущее разнообразие, оно может взять и закончиться, и будет вот, как это, как есть Jira и RedMine, и кроме них нет ничего толкового, и сами они, в общем, тоже ужасные, совершенно, и с годами все хуже становится, RedMine не знаю, а Jira так точно, и если вот все закончится вот этим, будет, конечно, очень печально, потому что, ну, как-то, так хорошо начиналось, но все в наших руках, вот, тем более, что вы все разработчики здесь, ну, многие, вы можете помочь, да, что касается, вот, отличная идея отказа от сервера, она на самом-то деле есть везде, в Salt есть Salt Call, который можно вызывать из крона, и он будет без всякого сервера, без всякого мастера работать, в Chef есть Chef Solo, который тоже с большими оговорками позволяет работать без мастера, по сути дела, это отдельный продукт вообще, вроде как бывает даже мастер-лес-паппет, когда на каждый узел ставится свой пепет сервера, и дальше оно как-то там живет, ну, то есть, хорошие идеи, они распространяются, да, по этому кластеру, через GoSip протокол, то есть, действительно, ну, вроде как, хорошее выживает, плохое должно умирать, поэтому мы здесь и собрались, выводы, я вижу, в общем, достаточно большое многообразие на этом рынке, и не вижу повода становиться ему меньше, потому что есть и другие прикольные языки, кроме Ruby Python и C, я знаю, что люди на прологе что-то пытаются исполнить даже, лишь бы только сил хватило, я думаю, что текущая ситуация такова, что мы еще много всего интересного увидим, в том числе, и учитывая то, вот о чем я говорил, что старые приемы упаковки пакетов, они негодны для современной ситуации, и много лет уже негодны, да и, в общем-то, никогда не были годны, поэтому здесь будут появляться разные тренды, которых я в рамках этого доклада умолчу, ну и, соответственно, то, о чем я говорил, проекты молодые, проектам нужна помощь, нужно научить людей делать версионирование, нужно научить людей как-то лочить эти версии, в общем, много хорошего еще можно придумать, Python пока показывает отличные результаты, потому что Python, вот эти вот тулы, они, в общем-то, сильно моложе, чем Chef и Puppet, но выглядят очень достойно, и если у вас есть возможность или необходимость, если есть необходимость, используйте вообще не думая, тем более, что родной язык для вас Python, если есть возможность, помогите проекту, там есть над чем поработать, просто начните использовать, и вы увидите, в общем, что хорошо, что плохо, и будем надеяться, что это все будет жить, не заглохнет. я, в общем-то, все рассказал, что хотел, спасибо за внимание огромное, я могу ответить на ваши вопросы. антибол ваграндом поддерживает, например, я, честно говоря, не знаю, если провизионер, антиболский, уже для вагранда, я просто не очень люблю вагранд, назовем это так. А чем заменять можно вагранд? Ну, смотря какова цель. Локальной машины. Любой другой системы. Я не знаю, вагранд, это же просто некий декларативный язык, описание. У меня есть одна конфигурация для сервера, например, тестирование, да, и также конфигурация должна быть на машине разработчиков. Я для этого использую обычную совершенно виртуализацию. У меня есть вот эталонный некий снапшот диска, с которого я стартовал, что-то на нем поделал, сверил, как бы все, получается, не получается, посмотрел результат прогона. Взял со снапшота еще раз это все поднял и поехал дальше. Вагранд, как бы он конечно рулит и педалит, но там Руби опять же и Руби еще и VirtualBox, а я всегда как-то кивема больше тяготил, поэтому мне с Ваграндом как-то не по дороге просто. Понятно, спасибо. Еще можно? Вот на одном из стадий было сказано, что PIP, ну что, не надо использовать RFM-дебы, а надо использовать PIP. Я позволю себе не согласиться, потому что PIP разруливание requirements, разруливание зависимости в PIP это довольно очень простая штука, которая не позволяет разруливать конфликты. И если у вас есть requirements, который зависит от разных пирсий пакетов, то будет использована та верти, которая вначале поставится. Вот Деба и РПМ это все отлавливают, и вам говорят, что, чувак, у тебя здесь ошибка не будет работать, а в PIP у вас упадет в run-time, потому что это пайкер. Использовать надо NYX. Что такое NYX? Это пакетный менеджер, написанный на Haskell, декларативный. Он такие вещи разруливает. Ну, я же говорю, я не хотел, но, так сказать, пришлось, пришлось спалиться. Использовать надо NYX. Использовать надо докер, использовать надо повторимые всякие среды. Я не могу дебяновские пакеты по ряду причин отнести к компонентам повторимой среды. Ну, потому что они просто неповторимы, да, они не дают никакую повторимость без определенных приседаний. А еще хотел бы добавить, что вот если вам нужно накатывать миграции или там делать какие-то телодвижения после установки, то PIP опять он как бы не совсем подходит, особенно тогда, когда у вас миграция может упасть, вам нужно в обратное состояние вернуть. Он тогда вообще не подходит, тогда нужно взять какой-нибудь деплоер, там, я не знаю, там, какой-нибудь фабрик или там КП страну какую-нибудь, там, если там PHP-шник, у них там Fink какой-то есть. А как бы девы, MCI, они же все это умеют делать. Нет. Не должны бы. Я очень не люблю, когда в пакет кто-то заталкивает какую-то императивщину типа Shell скриптов. Вот после этого разобраться, что произошло, становится очень непросто. Да, конечно, так люди делают. Вот, кстати, Red Hat'овцы этим не страдают. У них вот в RPM'ах всякая там Shell, если идет, то как они стараются его не запускать в наглую. А люди, которые тебе анбакуют, у них там сплошь и рядом вот это. Я этого не люблю. Это сильно противоречит моим убеждениям и вот сильно противоречит DevOps-процессу, как мне кажется. Ну просто делать деплой на фабрике довольно удобно, если это делает там один-два разработчика. Да? Когда много серверов, намного легче поставлять некими файлами и вот теми же и пакетами, и деппакетами. Это как бы нормально. Когда много серверов, стейтрис-часть приложения, удобно поставлять имиджами вообще целиком виртуал. Докер, бекер, что угодно, пожалуйста. Вот это вот оно. И оно хорошо поставляется как в CI-систему под тесты. А если есть Windows, что делать так? Что если есть? Windows. Застрелиться. Ну да. Сначала, причем сначала можно там прийти с помповым ружьем и так в стойку таких серверов с Windows так шмалить. А где их возьму? Судя по результату, очевидно, не пробовал застрелиться. Ну застрелиться-то я... Windows-то купить надо. Деньги нужны, да? А где система поддерживает для начала замены? Например, какой-то в сервер висит, и у них клиент, ну клиент говорит, что надо расширить интеллектриицию. Мне нужно сделать значит, все какие-то изменения, запустить новый, старый должен работать. и новый должен работать. Через тот же самый порт, через тот же самый IP поддерживает ли такую горячую замену на Windows-класс? Ну, здесь скорее речь идет о бесшовном рестарте. И этим вообще-то, за этим на самом деле не систему управления конфигурацией следят. Им вообще-то все равно. То есть, в этом смысле они поддерживают все, что от них просьба. Сделать бесшовный рестарт? Ну, я-то как-то по привычке деплоюсь к безстранной все-таки, а не CM-системой. Можно деплоиться и CM-системой через пакеты? Пожалуйста. Люди так делают, но я не знаю. При этом CM-система даст команду на бесшовный. Есть как бы штатная совершенно процедура бесшовного рестарта в каком-нибудь кто умеет бесшовный рестарт в Python? G-Unicorn умеет же как-нибудь. Он берет и выпускает просто новую пачку воркеров с новыми конфигами, с новым кодом, с новым мастером, потом старый детечит. Тут, в общем, никакой мистики нет. Хотелось бы разрулиться, но в общем, надписи методов точно. Нету. А, ну вот, так это вопрос к дизайну приложения. У вас должна быть где-то версия прописана протокола вашего, и вы должны поддерживать и старую версию протокола, и новую. Довольно сложно, то есть они не умеют данные. А, здесь... У нас реализован механизм, который позволяет понимать, что данный метод не относится к этому, значит, относится к этому. Если не относится к этому, ни к чему только. Понятно, что это ошибка, но... Так это и есть мультиверсионность. Да? Ну, это единственный вариант. Я бы указание явной версии, то есть явная версия, она как бы... Ну, я бы все-таки лучше все-таки указывал явную версию, потому что... Ну да, что бывают ситуации, когда вообще хлам какой-то пришел откуда-то. Ну, не знаю, это хороший вопрос, действительно, и хорошо думать об этом при дизайне самого приложения, но... Там могут быть баги, потому что ситуация в плане очень реальная. В LPC-то все-таки есть химшей, при нем устанавливается версия. Ну да. Ну, это версия LPC, версия моего протокола. Версию протокола тоже нужно где-то передать. Да. Вот, когда объектики ползут по проводу, к ним приделана, на самом деле, версия. Там, в каком-нибудь IDL, надо это там руками прописать. Ну, по крайней мере, я, как это, немножечко не фанат RPC, я больше по всяким там REST-у, при степи делам. PC, это же и есть REST, например, XMV PC, XMV PC, это по своей сути REST. Ну, REST только это было... Ну да, да, ну, в принципе, да, конечно, так или иначе, это все же RPC. Ну, SAP, это вообще извращение. Ну, да, да, ну, вот в любом подобном взаимодействии версия должна передаваться, таково мое мнение. А иначе это, ну, уже как-то не... немножечко не культурно. Что ж такое пришло, непонятно что, непонятно какой версии, почему я должен это обслуживать. Ну, данная система такого не называет. Так, а здесь у меня никакого RPC-то и нет. Она... Ну, у меня транспортом выступает SSH. Так, пожалуйста. То есть, там... Ну, SSH, понятно, то есть, закинуть SSH можно использовать для того, чтобы закинуть тот самый сервер, да, 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 ну, а дальше будет бесшованный рестарт, дальше, в общем, оно должно само понять. То есть, задача SSH системы, это вот доставить туда конфигурацию и... И запустить еще раз. Ну, запустить вообще-то должен супервизор. А сказать супервизору, что произошел деплой, должен деплоер. Бывает, что деплоем является вот как раз SSH системой, когда там взяли, вызвали клиента и сказали, а ну-ка пройди и все переустанови. Он стянул пакет и в пакете пресловутый shell script действительно дал команду на перешеванный рестарт. Но я такие расклады не очень люблю, когда есть shell script, там вот императивщина. Деплоером может выступать капистрана, которая как бы по established процессу пойдет и там сделает тоже тот же самый императивный рестарт, который пошлет там на какой-нибудь G-Unicorn сигнал такой-то и там выйдут новые потоки и начнут там снова куда жить. Касательно пакетных менеджеров хотел спросить, просто сталкивались ли с Zero Install? Есть ли такое? Название слышал. Ну, это же, есть же замечательный Apple, где, в общем, все давно изобретено. Там вот эти вот иммьютабл имиджи, в которых пакетики-то и приходят, они там содержат все, что нужно. Их в систему запросили. Я так понимаю, Zero Install-то то же самое же, по сути. Ну, на практике просто не сталкиваются. Ну, это вот, как бы сейчас я считаю, что будущее вот такого простого человеческого инсталла это докер. В докер можно там половину системы замести, вот так, как нужно человеку, который пакетирует, прибить версии намертво, там, гвоздиками. И это будет жить в отдельном изолированном контейнере. Отлично себя чувствовать. Ну, на самом деле, не совсем отлично, но в рамках этого доклада будем считать, что отлично. Еще вопрос есть. А для какого количества, минимального количества серверов необходимо использовать салт? Ну, как бы, понятное дело, что там 1-2, это, наверное, нет смысла. Ну, я не знаю, необходимость, она не от количества серверов проявляется. Она вот, однажды человек просыпается и понимает, что, я не знаю, там, я живу, мне запрещено говорить, здесь ущемляется свобода слова, диктатура, ну, что, ну-ка я и все поменяю, идет там, крушит там все. Вот это же, так сказать, эмоция такая, человек просыпается и думает, что я не могу так больше жить, мне нужен сол. Кто-то может проснуться, у него там три сервера, кто-то просто хорошо может жить на фабрике, например. Кто-то может, есть люди, которые здоровую пачку серверов администрировали путем записывания, просто вот путем консольной команды лого действия в файл и вывешивания этого лога просто в вики. И говорят, что вот это у нас эталонный лог, пожалуйста, по нему ходите. В этом нет никакой проблемы. До тех пор, пока где-то есть соответствующая реальная ситуация и документация, можно жить совершенно спокойно, пока это всех устраивает. Проблема в том, что когда в вики лежит лог непонятных действий непонятного человека, сделанных по непонятному принципу, это устраивает до тех пор, пока как бы все на это согласны. Нормальный человек на это подписываться не должен. Нормальный человек заведет репозиторий, выбросит shell скрипты и напишет комментарий еще там, может быть, ну или как-то там версии еще прооставит. Ну, что-то сделает с этим. Потому что стихийная вот эта вот, как это, попытка подменить систему контроля и ревизии упаковыванием исходники в тары и пересыланием друг друга, это круто, как бы я такое наблюдал, но это было очень давно. Сейчас уже все придумано, зачем? Есть уже все, пожалуйста, если нравится. Я хотел обратить внимание, что как только появляется салт, это на мой взгляд необходимость дополнительного человека, который бы в этом во всем разбирался. Потому что здесь нужна довольно хорошая компетенция, чтобы поддерживать эту инфраструктуру. Это даже нет. Ну, скажем так, я считаю, что компетенция, она всегда как бы лучше, чем некомпетентность. То есть, когда человек встает, отворачивается от какого-то средства и говорит, я не буду это изучать, потому что я не буду это изучать. Нет, я вам имел в виду, что вам нужен человек. Ну, то есть, если вы и разработчик, то у вас появляется еще один довольно крупный инструмент, который вы должны сопровождать. Ну, очевидно, да. Но для разработчика не должна быть такой проблемы. Если он действительно разработчик, у него этих инструментов уже гораздо печальнее. Как бы с фабриком там все намного проще. Ну, сенсиблом тоже все, в общем, несложно. Сотом я бы не сказал. После шеф-сервера Сотом это вообще лапочка. Я говорю, что как по пляжу идешь, там под солнцем. Нормально все. Кстати, по поводу моего вопроса про Вагранд уточнить хотел. Я загуглил. Там есть поддержка всего. Сейчас Вагранд получил очередной раунд денег. Там сейчас будет поддержка всего просто. Это очевидно. Они, в общем, доросли до состояния, когда они хотят жить и педалить. Тут все нормально. Конечно, есть. Энсибл тоже получил свои 3 миллиона или сколько там, поэтому тоже, в общем. Отличная новость. Спасибо за внимание. Александр, выберите вопрос, который вам больше понравился. Вопрос про Windows, естественно, как бы тут без вариантов. Спасибо. в рамках гуманитарной помощи я очень сочувствую. Спасибо. 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 Продолжение следует...